Жила была обычная американская семья, которая не знала горя. Тиша Башемин со своим мужем воспитывали пятеро детей. Не сказать, что они жили зажиточно, но и не бедствовали. На хлеб с маслом хватало. Но однажды мир Тиши перевернулся. Это случилось, когда соседка Одри попросила ее приглядеть за тремя детишками. Женщине было необходимо срочное медицинское обследование. Хоть Тиша почти не общалась с соседкой, отказать в такой просьбе не могла. Ничто не предвещало беды. Однако, когда Одри вернулась домой, она сообщила Тиши, что у нее обнаружили вторую стадию рака желудка. Для всех близких и знакомых женщины, эта ужасная новость стала шоком. С того момента соседки стали близкими друзьями. Тиша оказалась едва ли не единственным человеком, который по-настоящему заботился о больной. Именно поэтому Одри попросила ее усыновить своих детей, когда смерть впилась в ее слабое тело цепкими когтями. Понимая, что троица не выживет в этом большом и ужасном мире, без любящей матери, супруги Башемин приняли отчаянное решение усыновить этих несчастных. Теперь их семья состояла из десяти человек, а ветхий дом стал трещать по швам. Как бы там ни было, жили супруги душа в душу и быстро нашли общий язык с детишками. Тиша с мужем стали для деток настоящими, мамой и папой, жили как говорится в тесноте да не в обиде. Но это не могло длиться вечно. В один прекрасный день к супругам Башемин приехали представители местного телеканала, которые буквально шокировали семью известием. Пару с детьми попросили переселиться в отель на несколько недель, сообщив, что для них готовится грандиозный сюрприз. Вернувшись домой, Тиша, ее муж и дети не могли поверить глазам. Местная коммуна собрала деньги на ремонт дома, нашей большой семейки. Когда члены семьи Башемин вернулись в родной дом, они его не узнали. Здание полностью отремонтировали и оборудовали новенькой мебелью и техникой. Новые детские очень понравились ребятишкам. Обновленная гостиная, без сомнений, станет местом для семейных посиделок. Кухня переоборудована под нужды большого семейства. Герои нашей статьи ходили по дому с открытыми ртами. Также Тиша подарили пачку купонов на годовой запас продуктов, которые выделила местная сеть супермаркетов. Доброта и отзывчивость людей порой приятно удивляет. Корма это или что-то другое, ведь Тиша сделала доброе дело, на которое способен далеко не каждый. Усыновила троих детей, имея уже пятерых собственных. Глядя на такое, обретаешь веру в человека, в его доброту и порядочность. Побольше бы таких людей с большой буквы, оставляй свои комментарии и делись ссылкой с друзьями. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.